Приветствую вас. Для начала я бы хотел, чтобы вы, Елена, уточнили, в чем конкретно вы запутались. Вы говорите, что у вас обида. Вам обидно. Это первое, вот, наверное, и пока единственное, что я увидел, конкретно описывающее ваши чувства, именно ваши чувства, да, то есть не чувства других, да, а именно ваши чувства. Вот. Обида, это, в общем-то, следствие серьезных внутренних противоречий. Обида, это следствие того, что вы не уверены в себе и не чувствуете свою цену, цену, да, то есть обиды, помимо всего прочего, это еще и определенные ожидания. Вот. Обида вникает, когда человек чего-то ждет от других людей. Вот. Я думаю, что, собственно, именно потому, что вы ни на что не претендуете, вот. Я думаю, именно по этой причине и у вас те самые сложности, которые вы описываете. Потому что претендовать защищать свои права нужно и важно. Вот. Потому что, ну, а кто еще это сделает, да, как бы, кроме вас, больше некому все равно. Вот. Ну, то есть момент, момент история здесь вот такая. То есть обида, работа с ожиданиями и, значит, принятие личной ответственности. Дальше. Значит, вы пишите, мне 24 года, ей дочь 3-х лет. В 16 я познакомился с первым мужчиной, обманул, оказался женат, ну, то есть он был старше вас. Как бы, откуда такое вот раннее стремление именно к отношениям, причем, как я понимаю, к достаточно серьезным отношениям. То есть вы хотели с ним именно, я так понимаю, именно с семьи. Вы хотели с ним именно с семьи. Вы хотели с ним именно, ну, именно брак. Потому что 16 лет строить серьезные отношения, это, наверное, рановато. Оказался, женат 4 года страдала. Опять же, вопрос, да, из-за чего страдали? То есть, по какой причине отношения для нас суть страдания? По какой причине? Что это за отношения, братья? Да? Что это за чувства такие у вас? Ну, что вот. Вы страдаете. Страдание, да, опять же, результат, ну, ваших собственных, значит, конфликтов. Это, как бы, перенос на человека, того, что, условно говоря, болит у вас, по сути дела. Ну, и вот нужно определить страдание, ваш источник, источник страдания. Чего вы лишились, к примеру, по вашему мнению, вот. Чего вы лишились, что вы потеряли для себя, ну, в этом контексте и так далее. Это очень важный момент, это очень важная история. Дальше. Расстал и стал общаться со знакомым. Опять же, видите, да, какая история получается. Что вы ничего для себя не делаете. То есть, вы не развиваетесь, не развивались, вы не осваивали никакой профессии. Ну, сами. Вот. Вы, то с одним, то с другим. А где вы-то в этой ситуации? Где вы, где ваше развитие? Где ваша реализация? Где ваше развитие вашей личности? Нету. Да? Вот. То есть, все время, постоянно, вы завязаны на людях. Примерно, на первом мужчине. А потом, сразу стали общаться со вторым. Причем, там были созависимые отношения. Судя по всему раз. Четыре года вы страдали. А знакомым родила от него ребенка. А зачем? Зачем? Как бы, что дальше? Уехала жить в деревню, выписалась из квартиры отче моей мамы. Опять же, зачем? Для чего вы это сделали? Почему вы уехали жить в деревню? Вот. Дальше. Обратите внимание, да, что у вас очень не родной отец. Возможно, возможно, именно проблемы с фигурой папы у вас. Возможно, с фигурой папы. Тут нужно исследовать, да, какие у вас отношения с мамой. Как у вас отношения с Сочимом. Вот. И так далее. Это важный момент. Но непонятно, почему вы выписались. Выписались, точнее. И зачем вы уехали жить в деревню. То есть, такое впечатление, да, что вот сами для себя вы ничего не хотите. Дальше. Так. У меня есть еще сестра от второго брака мамы. У них квартира. У кого у них? Была речь о том, что это квартира сестры, где они живут. Кто живет? Я ни на что не претендую. Почему? У мамы есть еще квартира. В ней она работает. Есть дача. Хорошо. Тот дом, в котором я живу, мама начинает обустраивать под себя. А я должна с ребенком куда-то идти. Вас не могут оставить в бюджетной площади. Вам по, как бы, по родственным связям все равно что-то положено. Это мой дом не в плане недвижимости, а просто дом. Что вы имеете ввиду? Мне идти некуда, она на него имеет планы. Нет. Вам... Что значит некуда идти? Что значит некуда идти? Я еще раз повторяю. Ваша профессия. Вы можете работать на дому. То есть, в интернете. Можно развиваться обучаться в интернете. Все это можно сделать. Ладно. То, что вам интересно. Что-то вас привлекает. То, кем вы хотели бы стать. Чем вы хотели бы стать. Что бы вы хотели делать. Так. Уехать хочу. Она говорит, поможет. Но зарплата 10 тысяч. Из них квартплата и т.д. Не очень понятно. Куда вы хотите уехать. Кто поможет. Кто получает 10 тысяч. Но 10 тысяч обычно получает мама. Хорошо. Чем поможет тогда? Притом я должна иметь свою квартиру. Кому должны? Кому должны иметь свою квартиру? В личной жизни тоже не активно. Кричалось с парнем. Бил, пил и женат к тому же. Ну. Так это. Елена. Вопрос к вам. Почему вы выбираете. Выбираете. Таких. Мужчин. Мужчин. Да. То есть это. Ваше отражение. То как вы сами. По факту. К себе относитесь. Если ваш. Мужчина к вам относится так. значит, вы, получается, подсознательно стремитесь именно к такому отношению, к такому отношению к себе. Вот. То есть вы считаете себя, ну, недостойной, возможно. Вот. Понимаете? Вот. Так мне видится эта ситуация. Вот. Опять же, чтобы личная жизнь, как вы говорите, была налажена, да, нужно, чтобы вы определились со своей моделью женского поведения. С тем, какие у вас границы с другими людьми. Вот. Об ответственности личной. Вот. Вот так. Что вас объединяет с мужчинами, с которыми вы встречаетесь. Почему вы позволяете им так себя вести с собой. Для чего вы и ребёнка рожаете? Как бы. То есть это ведь тоже ответка не считает. Понимаете? Вот хотя бы на эти вопросы ответите, да, себе, сами себе. И. Э. Тогда, я думаю, будет вам уже более понятно, что и как. Дальше. Бывая беременная от него, пришлось аборт делать. А почему беременная? То есть. Почему аборт? Вот. Действительно, у вас, как бы, такое впечатление, да, что вы не властны над обстоятельствами. То есть у вас позиция жертвы. Может быть, про треугольник, треугольник Карпмана. Э. Почитайте в интернете. Вот. Э. Постоянно от мамы капли на мозг, что надо на работу, да я с радостью не некуда. Здесь реально нет работы. Еще раз повторяем в интернете, в интернете есть работа. Я на грани. На грани чего? Постоянно каплик каплик ребёнка, понимаю, что ей просто скучно, но агрессия опять. Но с этим нужно разбираться. Это у вас внутренние конфликты. Э. Просто обидно. Э. Почему у сестры есть своя квартира уже, а я ни на что не претендую, должна из чего-то взять и купить себе жилье. Я запутываю. Так в том-то и дело, что у вас сестра, она скорее всего именно претендует на что-то. Она требует требовать что-то. Не требует что-то, она получает. Кроме того, я полагаю, что она сейчас чем-то занимается, она чего-то достигает, она чего-то добивается, а вы нет. И основная цель, чтобы вы не сравнивали себя с кем-либо, а двигались своим путем. И вот именно потому, что вы не нашли свой путь, вам не тяжело. Но в этом опять же может помочь вам психолог. Выбирайте себе место и начинаете работать. С самооценкой, с личными границами, со страхами. Вот. С эмоциональным сепарированием от своей матери. Вот. И вообще с обреждением психологической самостоятельностью. Самостоятельностью. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!